Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина Шульгова и программа уроки мордовского ирзианского языка. В сегодняшнем выпуске мы с вами продолжим составлять речевые конструкции на ирзианском языке и разберем тему зима. Темези – это что? Теле – зима. Телись ко дамо – зима какая? Як шамо – морозная. Телись мези тесь – зима что делает? Сась – наступила. Теперь составляем правильное предложение. Сась як шамо теле – наступила морозная зима. Темези – это что? Лов тешьте – снежинка. Лов тешьтесь ко дамо – снежинки какие? Сиянь – серебряные. Лов тешьте – снежинки что делают? Прыть – падают. Строем правильное предложение. Прыть – сиянь лов тешьте – падают серебряные снежинки. Неть кить – это кто? Тынгать – снегире. Тынгать не кодат – снегире – какие? Як стеремеште – красногрудые. Тынгать не мези тесь – снегире что делают? Тели деть – чирекают. Прочитаем все вместе правильное предложение. Тели деть як стеремеште тынгать не – чирекают красногрудые снегире. Неть кить – это кто? Эйкакшт – дети. Эйкакшны мези тесь – дети что делают? Кенни ордыть – радуются. Кенни ордыть мезин тень – радуются чему? Телень тень – зиме. Дети радуются зиме. Прочитаем все вместе правильное предложение на ирязанском языке. Эйкакшны кенни ордыть телень тень. На этом все. До встречи. Вас Тумазанок. Здравствуйте. Меня зовут Вера Васильевна Ковалёва. Я преподаватель Института национальной культуры. Сегодня мы с Ксюшей с вами прикоснёмся к живому древнему искусству «Мортвы». И не случайно у нас сегодня перед нами с Ксюшей книжечка «Живое древнее искусство». Это новая книга, которую выпустила Центр культуры села Теризмурга. Они решили показать красоту макшанского орнамента. И здесь для ребят, которые хотят изучать историю вышивки, очень много интересной информации. А сегодня начнём мы с Ксюшей, с того, с самого элементарного. Нам с Ксюшей было интересно, откуда же взялась эта вышивка? И как она переводится на мордовский язык? Слово «вышивка». Ксюш, ты знаешь, как переводится вышивка? Нет. Нет. А вот сегодня я тебе расскажу. Вышивка на мордовском языке звучит «сёрмов». А что такое сёрмат? Сёрмат – это письмо. А с чего началось это письмо? Давай попробуем сочинить сказку. Ну, кого мы возьмём? Бабушку Алду, да? Древней, в старину бабушка Алда решила рассказать о своём роде. С чего она начала? Она взяла иголку в руки и сначала показала, что у них в семье два человека. А как это происходило, мы покажем на таком элементе, как Куинпря. На самом деле, вот эта вот фигура, она у философов довольно-таки интересно трактуется. Каким образом? Это развитие. Почему развитие? Потому что, смотрите, баба Алда говорит, сначала появился мой дед, да, прадед, потом, вот он, потом появилась моя прабабушка, от них родилась дочка и так далее, и так далее. Вот эта вот семья, она как бы развивается, и каждый элемент – это какой-то знак рода, да, поэтому у нас вот эти вот элементы, они появились. Вот они. Не все, конечно, но частичка вот этих вот знаков родовых, они у нас сохранились. Начиналось с элементарного стишка – это шов вперёд иголок. Ты его знаешь, да? Сегодня мы попробуем вот этот шов вперёд иголку и вот этот Куинпря выполнить. Надо сказать, что вот этот узор, на самом деле, он в вышивке выглядит совершенно по-другому. Посмотри, какой ажур. Посмотри, какой ажур и какая техника, да, выполненная. Она такая плотная и в то же время она как бы играет, как бы поёт, правда? А мы для того, чтобы показать, научиться, как его вышивать, мы покажем ребятам, твоим подругам, как же это выполняется. И делаем его крупной, чтобы это было видно издалека. Всегда, когда вышивается, есть какая-то технологическая карта, какой-то технологический ход. И вот женщины в старину, они зарисовывали у себя в тетрадках и рисовали вот этот узор на своих тетрадочках. Потому что они когда ходили, особенно молодые девушки, они ходили на гулянье в праздники, на горку и всегда рассматривали одежду соседей. Сегодня мы с тобой тоже покажем, как это делается. Ну, так как у нас времени не так много, мы не на ткани покажем, да, а на вот такой вот картоночке. И вот эти точки, которые мы сделали, да, это будут у нас как бы ниточки и дырочки в ткани. Чтобы выполнить, мы ставим себе цифры. А куда же мы пойдём, как же будем выполнять? Сейчас бери чёрную ткань, чёрную нитку. Мы делаем кувалмут. Это вот называется кувалмут. Почему кувалмут? Потому что такие узоры, они часто или вдоль, продольная полоса идёт от плеча до низа, как бы соединяя небесную часть костю, которая представляет костюм, с подземным через земной. Нет, узелка мы не делаем. Дело в том, что вышивку всегда оцениваются на изнанке. И чтобы изнаночка была чистая, мастера узлов не делают. Вот смотрите, мы берём нитку. Мы её сейчас вот так вот покажем, да, ребятам? Мы берём ниточку. Потом мы её, два конца соединяем вместе, делаем пополам нитку для того, чтобы у нас появилась вот такая петелка. Вот такая петелка. Мы сейчас вот покажем. Вот смотрите, вот такая петелка. Она нам поможет сейчас соединить нитку с тканью, чтобы она не выходила. Вот я начну, а ты дальше продолжишь. Где у нас цифра один? Давайте смотрите. Вот она, да? Мы ставим иголочку в эту точку. Дальше ищем цифру 2. Цифру 2. Вот. И посмотри, мы соединяем. Мы соединяем иголку с ниткой, вот при помощи этой петелки, нитку с тканью, вот при помощи этой петелки. Поняла? Посмотри, у нас и на изнанке нету узелка, и на лице нету узелка. Дальше мы идём, вводим иголку в цифру 2, идём на цифру 3, ты их видишь, да? Идём на цифру 3, и теперь вышиваешь ты. Вот, посмотрите, сказка Бабы Алды. А сейчас просто продолжаешь. Вот у нас с тобой техническая карта. Техническая карта, которая тебе поможет. Мы сейчас вот здесь с тобой, вот на цифре 2. Посмотрите, ребёнок вырос, ушёл, да, и образовал свою семью. Дальше идём, вот следующий вот сюда идёт. Вот она, этот человечек. Через один. Через один, да, всё правильно. У нас техника вышивки роспись, она двусторонняя. Что это означает? Имеет два движения. Идёт в одну, в одном направлении, обратно возвращаешься, заполняет то, что не хватает. Вот в данном случае мы идём сюда вниз. Этот человек организовывает свою ячейку, да? Ну как вот поколение, поколение растёт, развивается. Вот сейчас здесь, теперь вот сюда надо. Ага. Вот. Ячейка уже готова. Некуда идти, значит, надо возвращаться. Посмотрите, мы идём по этой волнистой дороге, где встречаются очень много на пути препятствий. Препятствия – это вот как раз вот эти вот ячейки. Мы идём, делаем косую линию и качкарнят называется, у мордвы. А вот. И делаем вот эти вот ответвления головки. Вот этот вот элемент ордаментальный, он на самом деле в рубахе довольно-таки красив. И идёт как змейка, волна такая, более плотная, ажурная. Но мы её показываем для того, чтобы показать вот эту красоту, движение самой вот, самой нити, да? Нить идёт, поёт песню. Вот видите уже, вот всё, что это получается. Дело в том, что для вышивки счётная, а это счётная вышивка, нужно обязательно не сбиться со счёта. Если вы ниточку пропустили, у вас уже дальше вышивка не пойдёт. И если вы взяли ниточку и её иголкой нечаянно раздвоили, у вас тоже чистоты вышивки не будет. Здесь нужно быть внимательным, и здесь вот этот вот математический подсчёт, который издревле уже высчитан мастерами, его нужно сохранить. Вот эта вот роспись, она и в макша, особенно в макшанской вышивке, очень с любовью и с трепетом принимается, потому что в макшанской вышивке при помощи росписи расписывают узор. Его и сначала рисуют, а потом делают украс узора. У ирзянской вышивки тоже очень много росписи. И в том числе вот знаменитая ирзянская звёздочка, ирзянская копеечка, они тоже выполнены все в технике роспись. Просто они берут её более плотную, берут более толще ниточку, берут меньше количества нитей ткани. Она получается плотная, и никто не думает, что это техника росписи. Все думают, что это какая-то плотная специальная вышивка. Вот смотрите, Ксюша дальше продолжит дома, а мы вам показываем, что у нас получилось. Вот идёт сначала вся линия, вся полоса продольная, вот таким образом. И потом мы должны завершить. Как бы вот эти змейки должны соединиться друг с другом. Что это значит? Вот у нас основная дорога, качкарня, то есть кривая дорога. Да? Кривая дорога, она должна завершиться. Она должна завершиться. А каким образом? Это делается таким образом. Мы возвращаемся вот к этой точке, которая у нас соединяет одну змейку с другой. И начинаем соединять вот эти вот элементы. Вот. Накрым? Вот. Ксюша завершила вот этот вот рассказ жизненной дороги своей бабушки. Но я так думаю, что у неё ещё есть продолжение, и поэтому вот эта вот линия, она продолжится, и будет длительное время идти, развиваться. Да? Ксюша завершила показывать, как она умеет вышивать мастерски. Показала развитие вот этой вышивки. И мы поняли, что это трудоёмкая работа, что она очень не терпит неусидчивости, терпит только усидчивых людей, внимательных людей, потому что вышивка требует очень большого терпения и внимания. А мы приглашаем вас на следующий мастер-класс к нам в Институт национальной культуры или в Дом народного творчества, где мы можем показать вам ещё секреты, рассказать много-много секретов о вышивке вообще, не только Макшанской и Резианской, но и вообще разной. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»